Всем привет! Привет, девчонки! Привет, мальчишки! Привет моим очаровательным подписчицам, которых добавляется. Спасибо вам, что подписываетесь, спасибо, что смотрите мои видео, ставите лайки. Мы переболели все каким-то непонятным, не то простыли, не то вирус какой-то, ну какая-то фигня, короче, была как обычно. Как можно пережить весну и не переболеть? Ну, сейчас мой нос заработал, я уже могу вернуться к обозрению парфюмов, хотя у меня еще есть мысли снять несколько видео, ну такие околокосметические темы, никак, простите, пожалуйста, никак не могу настроить себя, собрать себя с мыслями, чтобы снять видео о уходе. Я очень буду стараться, постараюсь себя как-то вдохновить на это, чего-то вот мне не хватает какой-то последней капли для этого. Сегодня я хочу снять для вас видео такое развлекательное, в смысле парфюмерное и такое прикладное. Расскажу вам во второй части видео, почему я покупаю парфюмы на ля парфюмери, почему мне кажется это достаточно выгодным и достаточно надежным, в отличие от других способов. Но начну с описания двух ароматов, в которых содержится вишневая нота. Это два аромата, один французской нишевой марки, осталась капелька совсем, он у меня был в пробничке, я его вот доносила. И второй парфюм у меня новичок мой хорошенький, ара, приехал вот тут в новой коробочке, о нем тоже сегодня расскажу. Парфюмы эти два объединяет исключительно то, что в них содержится нота вишни. О, на солнце тут вышло, сейчас я отключу свет, во, потому что тут у нас то солнце, то темно, на улице дождь идет. Ну так, то дождь, то солнце выглядывает, непонятно. Не могу найти ракурс, чтобы сейчас меня засвечивать. Ну ладно, бог с ним. Вишневая нота, значит. Первый парфюм – это французская ниша. Он дорогой, считается мужским. Бренд называется «Парфюм де Марли». Они отличаются такой интересной штукой, что называются и парфюмом в честь скакунов, которые, видимо, выигрывают много скачек и всего такого. Вот конкретно этот парфюм называется «Ирд». Это не библейский, не про библейского царя, а про скакуна. Парфюм очень красивый. Он появился у меня где-то год назад. Так, это я вот так вот потихонечку эту пробирочку разносила. Он мне нравился. Мне даже хотелось приобрести отливантик, потому что целый флакон 150 мл. Но у него вообще незачем мне это. Либо отливантик, либо раздобыть где-то остаток по флаконе, но не получалось. К сожалению, как-то вот не складывалось. Парфюм потрясающий. Он такой томный, он такой тягучий. А на мужчине он будет очень таким статусным. Сразу будет понятно, что там такой серьезный мужчина. А на женщине он будет очень таким томным, таким сладким. И здесь содержатся ноты. Корица, перец, гелиотроп, табак, ваниль, ладан, лауданум. Как раз вот здесь ладан с лауданумом рядом стоят. Мне кажется, это потому что здесь ладан такой не дымный. Здесь нет ноток дыма совершенно никаких. А здесь ладан и лауданум выдают такую бальзанически сладкую, такую томную, тягучую ноту на гармота. Кстати, очень люблю эту ноту в парфюмах. Витивер и ое супер, мускус и белый кедр. Белый кедр с витивером не дают этому аромату скатиться уж совершенно в какую-то стопроцентную гурманику попослепательную. И кедр здесь дает такую хорошую, добротную базу. Этот аромат достаточно стойкий. Он будет на вас часов 6-8, но близко к коже, потому что нет ни одной такой сильно летучей нотки здесь. Ну, кроме и ое супер, она такая считается достаточно шлейфовая. Но я не могу сказать, что это шлейфовый аромат. Нет. Это скорее аромат кокон. Он вас будет так вот окружать. Он будет где-то вот так вот на расстоянии 20-30 сантиметров от вас. Он будет вас согревать. Вам будет в нем хорошо, комфортно. Это аромат скорее для двоих, для каких-то там приятных вечеров вдвоем, для просмотра телевизора или похода куда-то. Ну, так, чтобы вы будете обнимать друг друга и чувствовать аромат друг друга. Возможно, для каких-то семейных посиделок, где лишним будет агрессивный шлейф какой-то. Этот аромат уютным я бы могла назвать. И для меня здесь более доминирующей является нота вот вишневого ликера, а вот именно вишневого, сладкого, очень тягучего, коричневого такого ликера, настойки, где много сахара и табачный лист. Табак здесь не подожженный, а вот именно табачный лист, который дает тоже такую вот табачную сладость, тягучесть какую-то. На мой взгляд, там, где содержится табачный лист, то аромат приобретает какую-то мармеладность. Не знаю, мармелад – это неправильно, а вот именно структуру мармелада, что он какой-то вот такой вот… Не могу подобрать слово правильное, которое можно применить именно к запаху, но он тягучий становится. Вот тягучий, не просто летающий, а вот он плотный какой-то становится ароматом. Аромат очень красивый и стопроцентный, конечно же, не секс. Следующий ароматик, о котором я вам расскажу, это аромат от Latafa Parfums, наверное, вот так, посмотрите, какая коробочка. Посмотрите, какая красивая флакона. Ну да, все татары, кроме я, это сто процентов. Красивый флакон, крышка, сделанная под кожу золота, крышка тяжелая, не магнитная, но такая тяжелая-то крышечка. Так, аромат, ну вот сразу отсюда и… О, боже, это кальян, здесь дым, здесь вишневый кальян с дымом. Очень красиво. Я вот его покупала в половинке, да, потому что я с ним была совершенно незнакома. Решиться на эту, на покупку этого аромата мне помогла милая девочка, которую зовут Лена Читоки. Она тоже снимает видео о парфюмах, в том числе об арабах. У нее очень много арабов. Я оставлю ссылочку внизу на ее канал. Зайдите, посмотрите. У нее очень много видео об арабских парфюмах. И у нее есть видео о сестричке старше этого парфюма. Парфюм называется «Рагба интенсив вуд». То есть это является фланкером рагбы. Вот у Лены есть видео о обычной рагби, а это фланкер. Более древесный, более интенсивная рагба. Мне этот аромат понравился, естественно, по нотам, по описаниям. Я его не пробовала перед покупкой, покупала, как говорится, слепую. В последнее время я вот, ну мне так нравится, какой-то азарт, реально какой-то азарт. И слава богам, пока все стопроцентные попадания. Аромат, конечно, отличается от Ирода. Вот это стопроцентный француз. Он такой, это французские духи, типа а-ля восточные. А-ля восточные здесь нет ничего такого вызывающего, ничего такого, что может смутить. А это стопроцентный араб. Здесь очень много дыма, здесь очень много сладких нот, здесь очень много кальянных нот. И здесь прям чувствуется реально дым. Сейчас читаю вам пирамидку. Пирамидки похожи. Так вот его поставлю, чтобы на него полюбовались. Здесь тоже держится белый кедр, гуаяк, уд, то есть два вида удовой древесины, гуаяк и сам уд. Уд, лакрица, карамель, сандал, сахар, кашмиранское дерево, амбра, мускус, ваниль, мох, ладан. Здесь ладан дымный, здесь гуаяк дымный, здесь уд дымный. Здесь все дымит, здесь чувствуется и сахар, и карамель, и хорошая такая древесная база белого кедра. И даже, знаете, такая остринка мха чувствуется. Он классный. Вы знаете, он очень по звучанию похож на нишу, и для своих денег его я купила за 950 рублей половинку вот эту. Это просто шикарный, шикардосный парфюм. Я даже не знаю, я вообще не люблю употреблять такие сленговые словечки, но здесь по-другому не скажешь. Он очень красивый, он стойкий, конечно же, он не уступает по стойкости нашему французскому мирду. Он тоже часов 8 будет на вас. Шлейф здесь тоже, ну, как вы видите, нет никаких летучих нот, поэтому шлейфа такого безумного за вами не будет. Он будет тоже, опять-таки, вас вот так вот в коконе держать, согревать. Они похожи, собственно говоря, по настроению. Их отличает только то, что здесь больше эксцентричности. Здесь больше дыма, чего-то такого, что сразу все поймут, что на вас парфюм арабский. Либо какая-то прям вот такая под арабов косящая ниша. Красивый парфюм. Я всем его советую попробовать, любителям отревесных таких бальзамических сладких ароматов. Рагба интенсив вуд. Оправдывает свое название. Он интенсивный и древесный. Все так, как есть. Сейчас я вам расскажу, ну, как бы, вы, наверное, уже поняли, почему я покупала полфлакона. Покупала я полфлакона, потому что с ароматом я была незнакома. Покупать целые 100 миллилитров, ну, как бы, не имело смысла. Ну, а вдруг, а вдруг он будет слишком мужским, потому что отзывы на фрагрантики были. Сейчас включу свет. Солнце селось, и опять темно стало. А вдруг он будет слишком мужским, вдруг он будет слишком резким. Непонятно было. Непонятно. И вот я заказала его на La Parfumerie. Девочка мне его прислала. Посмотрите, вот, что отличает настоящих парфюмальяков. Коробочка. Здесь фольга аккуратненько отрезана. Коробочка вся целая. Фольга сохранена. А парфюм был в коробочке. Был просто замотан каким-то огромнейшим слоем пупырчатой бумаги. Плюс еще, конечно же, подарок-сюрприз, как это принято у нас, когда мы на La Parfumerie. Что-то я продаю, что мне другие девочки, чаще всего какой-то подарочек. Это, знаете, как киндер-сюрприз. Так самое-самое классное и прикольное, что ты получишь что-то неизвестно что. Какой-то пробник, какой-то там... Да, это ничего не стоит, но это стоит ваших эмоций. И я в последнее время очень ценю... Ну, я всегда ценила, какие вещицы. Извините, я им маленько пошуршу. Здесь тоже вот... Здесь, наверное, 2,5 миллилитра осталось тоже какого-то арабчика. Никакого, да, я знаю какого о нем, я вам тоже расскажу. Очень классного араба. Это жирафа от... Забыла, как называется фирма, но расскажу вам. Это очень красивый пудровый аромат, цветочно-фруктовый пудровый аромат. Почему вот... Да, я покупаю на... Сейчас... Вот я объясняю, да, почему. Во-первых, я смогла там взять половину флакончика. Он, конечно же, стоит дешевле. А в обычном интернет-магазине он стоит 3 тысячи, даже 3,5 этот парфюм. Здесь я купила за 950 рублей. Ну, там плюс 250 или 300. Это за доставку я заплатила, девочка прислала на него из Питера. На La Parfumerie мы все являемся зарегистрированными пользователями. И у нас у каждого есть своя страница, на которой написано, с какого года ты зарегистрирован. Видны твои... Ну, то есть как бы доска объявлений. Там люди оставляют... Люди оставляют какие-то свои отзывы от контактов с тобой. То есть когда они продавали что-то, когда покупали у тебя что-то. То есть какой ты продавец, какой ты покупатель. Пришел к нам котик. Вот. И модераторы за всем за этим следят. То есть если где-то ты поступишь как-то некрасиво, если ты где-то не вышлешь парфюм или вышлешь подделку, то тебя сразу же банят, и на этом сайте ты больше уже не можешь участвовать в качестве продавца или покупателя. Конечно же, ты можешь снова зарегистрироваться под другим ником. Это естественно, да? Но, по крайней мере, ты уже потеряешь свою долгую. Там история. Тут есть девочки, которые там зарегистрированы с 13-го года. И, конечно, никто из них не станет там из-за двух или даже из-за пяти тысяч о своем... Я аромат, я аромат, я дух. Точно, дух это точно. Так, все, не мешай мне. Я и так сегодня сбиваюсь, не так не могу сосредоточиться. Простите, пожалуйста. Вот. Никто из девочек и из мальчиков не захочет свою историю нарушать, свое реноме портить. И мошенников там можно вычислить сразу. То есть это люди какие-то только что зарегистрировавшиеся. Ну, короче, ребята, мы включаем голову и понимаем, делаем анализ того, что написано на странице у человека, как он продает, как он покупает, что о нем пишут люди. Да, и это нам дает какую-то возможность, какую-то небольшую, хотя бы малейшую подстраховку. Да, конечно же, покупать на Юле и на типа Авито очень тоже удобно. Это тоже дешевле, естественно, чем в любом интернет-магазине. Там будет дешевле, так же, как и Ла Парфюмери. Но там хорошо покупать, если продавец находится в твоем городе, и ты можешь где-то встретиться с ним и посмотреть, что он все-таки продает. А если это пересылка, то никаких гарантий совершенно нет. Здесь все-таки есть какие-то гарантии. Вот. Я покупаю со всей России. Чаще всего почему-то получается с Питером. В Москве тоже вот это такая распространенная вещь, что типа в Москве можно попробовать все, можно понюхать все, здесь есть все. Да, на самом деле это так, здесь есть все. В Унцу, центр Москвы там все можно попробовать. Но время, чтобы добраться из какого-то района Москвы до центра Москвы, иногда на это потребуется потратить 2 часа, 3 часа. А на машине туда и обратно вам потребуется потратить на это целый день. Ну, не у всех есть возможность потратить целый день на разнюхивание парфюмов, особенно тех, у кого там семья, дети, ну там. Ну, вы все понимаете, да, что время – это самый бесценный ресурс, который у нас есть, и мы не можем зачастую тратить слишком много времени. У нас просто нет этого свободного времени, чтобы съездить куда-то в Москву, что-то там понюхать, попробовать. Ну, вот как-то так. Или с кем-то встретиться где-то в Москве. И даже если я покупаю у кого-то в Москве или продаю кому-то в Москве, то это, скорее всего, мы отсылаем друг к другу по почте или с ДЭКом. Вот как-то так. Хоть какая-то малейшая гарантия надежности на сайте La Parfumerie присутствует. Поэтому всем, кто любит покупать и продавать, у кого это ближуха, это происходит сейчас, я все-таки советую там зарегистрироваться, быть зарегистрированным. И это расширит ваши возможности. Еще хочу пару слов буквально в этом видео сказать про Аклеванты. Когда мы покупаем Аклеванты, там есть всегда возможность купить стекло-пластик и стекло-металл. Не взяла с собой сейчас. Ну, вы все виделись. Ну, в любом другом моем видео вы можете посмотреть. Надо, наверное, снять видео моей Аклеванты. Снять видео мои парфюмы. Да, надо. Короче говоря, смысл, что я хочу сказать. Покупая Аклеванты, не экономьте 30 рублей на стекло-пластик. Эти от Аклеванты ненадежны. Здесь не очень плотно прилегает этот пульверизатор к стеклу. Они могут протекать. Они могут выпариваться. А стекло-металл, надежные атомайзеры. В них парфюмы хранятся 100% без выпаривания. А хранятся у меня некоторые по полтора года. Уже скоро будет два года. И с ними ничего не происходит. И все с ними в порядке. Поэтому не экономьте денежки на такой ерунде. Если вы, конечно, не планируете за неделю выброситься. Но и, знаете, при пересылке вот этот ко мне приехал немножечко влажным. Ну, ударенному коню зубы не смотрят. Я была на самом деле дико благодарна за то, что у меня появилась возможность попробовать еще один какой-то арабский парфюм. Именно арабский. Потому что их в моей местности не так просто попробовать. Ладно, все, я буду заканчивать. Короче говоря, я надеюсь, что я вам объяснила. Донесла до вас свою мысль. По какой причине я часто так покупаю на Ля Парфюмери. Это, конечно же, экономия средств. Экономия времени. И какая-то хотя бы маломальская гарантия. И вот они два наших, наши две звезды, не уступающие друг другу. Этот стоит где-то даже в интернет-магазине где-то около трех тысяч. Этот двенадцать, кажется, если я не ошибаюсь. То есть разница такая, такая значительная разница. Но они и разные по техническим характеристикам они похожи. Они не уступают друг другу. Но они, конечно, по аромату, по запаху они разные. Здесь нет столько дыма, столько смол, как есть в истинном арабе. Все, спасибо всем большое, кто смотрел видео. Спасибо всем за подписки, за лайки. Я сейчас вам что-нибудь еще, может быть, сниму. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok